Привет, я Джабар Аскеров. Я вам расскажу сегодня основы тайского бокса и кикбокса. Добрый день, меня зовут Руслан Кривуша. Я тренер по тайскому боксу и кикбоксингу в клубе Arma SMC. И сегодня дам вам несколько советов для начинающих ребят, которые хотят заниматься. Самое главное, что при начале занятий кикбоксингом, это сама отдача. Знать, что вы прошли, для чего вы пришли в зал и набить для себя цели. Это самое главное, конечно, в первую очередь. А второе, это, конечно, полностью слушаться вашего тренера и также иметь большие амбиции. Если есть цель плюс желание, значит у человека все получится. Самое главное, это техника первая для новичков, изучать азы техники. Ну а затем можно, физическую подготовку можно достать быстро в течение месяца-двух. И я так считаю, да, это мое видение этого. Самое главное вначале выучить стойку. Потому что правильная стойка, это уже, можно сказать, 30-40% защиты. Если ты правильно стоишь, ты уже как бы некоторые удары не пропустишь. Или если и пропустишь, то не так это будет все болезненно для тебя. Плюс из боевой стойки ты уже сможешь проще нанести какой-либо удар. Стойка обычная для кип-боксеров, для тай-боксеров. Это левша, ну, в зависимости от левши и правши. Левая нога впереди. Руки повыше. Ноги держат руки вот так, открывая при этом ребра. Так, нельзя стоять. Надо держать, мое мнение, держать локти поуже к телу. Прикрывая этим селезенковую печень. Ну, корпус в целом. Поэтому руки вот здесь, сжаты. И нога ни в коем случае не повернута таким образом, как у боксеров. Потому что легко пропускать удары по ноге. И невозможно ставить блоки. Поэтому ногу надо вывернуть чуть-чуть. Желательно прямо держать ее. Или чуть-чуть даже в эту сторону. Чтобы вовремя успеть блокировать удары. Или даже если не успевать блокировать, то можно как-то скользящие удары проводить. Ну, ребята, мои рекомендации по боевой стойке. Значит, наша задача. Нога передняя стоит ровно вперед. Правая нога смотрит под 45 градусов от себя. Колени расслаблены, чуть согнуты. Руки перед собой. Вот наша задача. Вот стойка. Плечи расслаблены. Ручка перед собой. Голову мы опускаем. Руки прячут у нас полголовы. Локти тоже у нас перед собой. Сильно не нужно прижимать. Сильно расставлять тоже не нужно. По стойке, ну, хотелось бы добавить, это мои личные, ну, как бы, рекомендации. Хотя, как бы, многие бойцы так же и стоят. Но, на самом деле, как бы, есть особенности стиля. У каждых бойцов кто-то выше, кто-то ниже. У них могут быть руки ниже или выше. Точно так же локти по-разному стоят. Кто-то больше боком стоит, кто-то больше передом. Но это самая устойчивая позиция, которая не дает пошатнуться ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Значит, передвижение в тайском боксе. Самое простое, самое первое, это тайский шаг. Наша задача стать и в этом же положении двигаться. Ручки перед собой. Можно чуть выше, чуть выше с блоком поднимать ногу. Можно просто на месте. И вот мы в таком положении двигаемся. Влево, вправо, вперед, назад. И сюда движение. В эту сторону движение. Движение у нас происходит левой ногой ровно вперед. Правая сюда. Если мы двигаемся влево, мы поворачиваем сюда правую ногу. Если мы двигаемся вправо, поворачиваем сюда. Если соперник у нас сильно давит, и все-таки физически он у нас мощнее, конечно, нужно двигаться тоже на ногах уметь. Вперед, назад. Ручки перед собой. Смещаемся влево, вправо, сюда. Назад мы шагаем правой, вперед мы шагаем левой. Или, если на месте, прыгаем влево, вправо. Вперед, назад. В самом начале рекомендую заниматься три раза в неделю. Два, это, конечно, мало, если хочет быть спортсменом серьезным. Но три раза в неделю для начала, и со временем четыре, пять и так далее. И потом шесть раз в неделю. Если как фитнес, то хватит два раза, два-три раза в неделю с головой. Если вы, конечно, пришли в спорт уже с возрастом, то желательно бы заниматься ежедневно. Но если вы занимаетесь с детского возраста, с восьми лет, с десяти и так далее, ну, если в таком раннем возрасте начинаете, то можно заниматься через день и в играющем таком режиме. Приходить на тренировки, не выкладываться, но просто играючи для детей. Это уже от родителей зависит, они должны наставлять, хотя прививать это в любовь к спорту таким образом. Ну, а потом, естественно, когда уже человеку, парню исполняется 14 лет, то уже надо заниматься профессионально каждый день, увеличивая нагрузки, тренироваться полностью в самоотдаче. Без чьей-либо, так скажем, без чьей-либо, ну, указки. Если мы берем тайский бокс и кикбоксинг, проще, конечно, всегда начинать учить с прямых ударов. Ну, особенности отработки ударов, хоть прямых, боковых или апперкотов, конечно, самое первое, то, что мы учим, это на воздухе перед зеркалом. Когда мы наносим удары в зеркало, мы перед собой видим наши ошибки. Как мы наносим удары, какое положение рук, какое положение локтей, разворачиваются ли ноги, опускается голова ли при этом, куда мы переносим весь тело. Это самые главные ошибки и нюансы, за которыми нужно смотреть. Кроме этого, удар нарабатывается на мешках боксерских, на грушах, на пневматических грушах, там уже больше на точность, на тяжелых мешках, больше на силы удара мы отрабатываем. Обязательно, конечно, сами мы не сможем ударно работать. Нужно так, чтобы за нашим ударом со стороны наблюдал опытный тренер, который подскажет наши ошибки и некоторые нюансы нанесения тех же прямых, например, ударов. Но лучше всего, конечно, индивидуальная работа с тренером, когда удары отрабатываются на лапах, вне зависимости, какие-либо это удары есть. Так как тренер прямо напротив стоит, он видит, как вы наносите удар, он правильно держит лапу, вы фокусируйте внимание на какой-то точке и он следит за вашей траекторией нанесения удара, с чего вы начинаете удар, как вы его заканчиваете и куда возвращается рука после удара. Начиная прямые удары руками, прямые удары ногами, это фронт-кик. Дальше идут, я думаю, что в большинстве случаев идет защита от прямых ударов, ведь от того же удара фронт-кик ногой. Но я бы рекомендовал бы, конечно, все-таки, мое мнение, нужно учить и то, что легкое, и то, что сложное. Боец должен в самом начале видеть некоторые сложные нюансы, потому как ему будет более интересно, и он будет видеть, что боевые искусства или тот же кикбоксинг, спортивный тайский бокс, это все-таки более сложная наука, чем с виду скажется. Не все заканчивается на прямых ударах руками и ногами. Поэтому я бы рекомендовал бы, если это взять чисто тайский бокс, начинаем учить удары руками прямые и удары ногами, но вместе с этим же начинаем учить разные нюансы ведения боя в клинче. Борцовские приемы, подсечки, скрутки, удары коленями с захватом, с дистанцией, правильный захват, правильное положение в стойке, в клинче и так далее. Первоначально то, что вы должны, наверное, использовать, приходя на тренировки, это удары прямые, удары руками, это джеб, правый кросс, поэтому они очень простые, легкие, и легко поддаются изучению. Поэтому джеб, если выполняем, с левой ногой чуть-чуть двигаем вперед, небольшой подшаг, левый прямой, причем закрываем челюсть, то есть сюда, бам, правую руку держим возле головы, левым плечом закрываем челюсть, вытягиваем руку, и в то же время, на тренировках, как бы, чуть-чуть, делаем небольшой подшаг, бам, вот. Так же ее можно сделать и без подшага, выкидывая просто, постоянно держа на джебе соперника, можно и без подшага делать, но в любом случае, самое главное, это челюстью, плечом закрывать челюсть и держать правую руку возле головы, это самое главное, самое нужное. То же самое, правый прямой, вытягиваем, плечо закрывая челюсть, на этом уровне голову пониже, челюсть пониже, левая рука постоянно возле головы, так же придерживаем корпус, закрываем локтем, это обувь, и вытягиваем. Обязательно тоже подшаг с правой ноги, подтягиваем, если соперник стоит далеко. Подтягиваем заднюю ногу и достаем. Вот правый прямой. Прямые удары наносятся, если мы стоим в боевой стоечке, в классической, так как я показывал, наносятся прямые удары с движением, джеб наносится без, как бы помогаем ногой, но без сильного разворота бедра, за счет просто короткого шага вперед. При этом, когда мы наносим удар, голова опущена вниз, кулак чуть завернут, рука почти ровная, незаметно у нас нет переразгибания, локоть слегка еле-еле согнут. Рука вторая на защите, локоть прижат к корпусу, у нас должна закрываться и голова, и корпус. В этом положении, если мы наносим правый прямой, у нас обязательный разворот бедра, потому что мы удар наносим за счет толчка правой ноги. Бам! При этом левая возвращается назад, локоть максимально близко к корпусу, правая рука почти выровнена, незаметно локти тоже чуть согнуты, плечо впереди, голова прячется за плечом. Итого, если ударить в камеру, мы за счет удара делаем 50% защиты головы, у нас полголовы. С этой стороны закрыто, полголовы рукой с этой. Большая ошибка, если человек бьет вот так удар. Когда рука вроде бы на месте, но здесь у нас большая дыра. Удар наносится, вот кулак должен быть под глазом здесь, чтобы вот здесь не пролезла перчатка, и здесь мы могли вовремя закрыться. Точно так же это. Бам! 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 Вот за счет плеча. Можно наносить чуть короче, плечо до конца сюда не выбрасывать, но в принципе то же самое получится. Если мы довернем, плечо будет чуть длиннее, и дистанция увеличивается. Сантиметров на 5, на 10, если мы правильно доворачиваем пяточку, и правильно вставляем плечо. И опять же, у многих бойцов, которые идут вперед, атакуют голова вот в таком положении. Большая ошибка, потому что через руку, с этой стороны и с другой стороны, можем пропустить удар, не только в подбородок, но под глаз, в висок, чуть выше в голову. Когда мы носим так, у нас здесь закрыто все. В крайнем случае, если мы видим удар через руку, мы голову можем опустить, и отсюда потом нанести удар. Рука опять же не здесь, а вот здесь. Если у вас есть в зале человек, вашего уровня, вашей комплекции, спарринг-партнер, при начале тренировок, то сойдет, и можно через неделю-две уже начинать спарринговаться, я считаю так. Легкие спарринги нужно делать в самом начале, ну, можно сказать, после месяца где-то занятий. Как бы есть люди, которые схватывают сразу, есть люди, у которых годами ничего не получается. Поэтому все индивидуально. Одеть шлем, большие перчатки, вперед. Особенность нанесения бокового удара, с моей точки зрения, локоть должен на одной линии быть с кулаком. Кулак развернут к сопернику, не вот так, не вот так, а на половину, под 45 градусов. При этом положении у нас носится удар двумя костяшками вперед. Если при вот таком ударе у нас удар носится, нагрузка большая, на переднюю часть костяшки, при этом у нас запястье может травмироваться, он у нас двигается. При этом положении мы можем ударить только короткий боковой, далеко мы не сможем, потому что мы ударим фалангами пальц. При этом ударе есть маленький минус, у нас опять же шевелится запястье. Если мы правильно наносим удар, держим кулак наискосок, в этом положении у нас жестко запястье стоит, оно не туда, не сюда, не сюда, не туда. Приложение вот жесткое. И наносение удара у нас четко двумя костяшками. Вот удар наносим, рука на защите, второй удар вот здесь, бам, 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 бам. Открытый ринг, конечно, если спортсмен хочет заниматься профессионально, если он, даже, я так скажу, даже если человек просто для себя тренируется, открытый ринг, он нужен для, чтобы свою агрессию, чтобы свою злость где-то выплескивать. Выплескивать можно и в ринге, на тренировках, но на спарринках это как-то более уже откровенно идет, рубка за рубой и так далее. Уже свои мужские качества проявляешь, поэтому открытый ринг нужен и для любителей, и для профессионалов, для будущих профессионалов. Открытый ринг это обычно это небольшие соревнования, которые проходят в основном для новичков или это одиночные бои как бы по уровню подготовки. Например, на открытом ринге возможно, когда боец там обучается месяц, два, три или первый год, ему подбирают соответствующего бойца по уровню его. Желательно, чтобы это силы были равны, они дерутся, как бы кто-то из них побеждает и они оба получают соответствующий опыт. Кроме того, на открытом ринге, конечно же, могут ребята боксировать и посерьезнее, но опять же, они должны соответствовать уровню. Рекомендовал бы всем хоть раз в жизни выйти на ринг почувствовать, что это такое, чтобы хотя бы даже со стороны, когда наблюдая поединки, вы понимали, насколько как бы это все очень серьезно и какие могут быть последствия для спортсменов, что они ощущают выходя на ринг, что они ощущают во время боя, что ощущают пропуская или защищаясь от удара. И точно так же, что ощущается боец, когда ему поднимают руку, когда он выиграл. Потому что с этим чувством, наверное, ничего больше не сравнится. Для защиты желательно эффективнее всего, если вы низкий боец, то включать маятник, то есть двигать постоянно к лобусам лево-право. Это, наверное, самый эффективный способ защиты. И так же, в то же время ставить обязательные блоки. Блоки что левой, что правой ногой, поднимая корпус. Ставим ногу вытягиваем, поднимаем наверх, при этом вытягиваемся в локтя, чтобы удар ногами не проскользнули между и не попали в корпус. То есть таким образом раз-блок лево-право-право- лево-право-право- в никуем случае их не прямо одержим, а голенью защищаемся вот этим отрезком, поднимая бокс. Всей молодежи, всем нашим гражданам я хочу пожелать, если вы выбрали себе заниматься тайским боксом или кильбоксом или К1, то занимайтесь усердно, набейте себе цель и достигайте ее обязательно. Никогда не сворачивайте, какие бы трудности не были, как бы тяжело не было, не наступайте назад, только вперед. Ну, спасибо, что были с нами, послушали нас, может, кое-кто себе возьмет на заметку из того, что я сказал. Подписывайтесь на наш канал «Армоспорт», заходите, увидите много всего интересного и будьте с нами, занимайтесь спортом. Если вы взялись профессиональным этим спортом, занялись профессиональным спортом и готовы отдаться этому спорту, то, естественно, при работе в зале вы работали своим напарникам, тренерам показывать все это. Также эти мелочи, начиная, да, спорт, вы должны приходить домой и хотя бы перед зеркалом уделить пять-десять минут таким профилактическим ударом, там, джеб, правый кросс, лево-сбоку и стараться делать это правильно, смотря на себя перед зеркалом, смотря каждую ошибку, упущение в этом, если видите какие-то зазоры там между, пропускайте, это все видеть в зеркало легко, поэтому отрабатывайте индивидуально дома тоже, минут 10-15 делайте в день.